В Иванове состоялся финал регионального этапа российской национальной премии студент года 2018. Три учащихся колледжей, техникумах и училищ. Впервые они состязались с равными себе, а не с студентами вузов. В этом году в номинации профессиональных образовательных учреждений у нас было подано 40 заявок от 20 профессиональных учебных заведений. Мы считаем, что это очень приличное количество заявок. Все студенты разные, различные, каждый талантливый по-своему. Обычно этот конкурс проводился в основном для вузов, но сейчас уделяется также большое внимание и профессиональным учебным заведениям. В конкурсе семь номинаций. Среди них профессионал года, спортсмен года, творец, доброволец, общественник и другие. Каждый из претендентов на победу должен доказать жюри, почему именно он лучший. И, честно, не готовился к этому конкурсу. То есть он вообще как-то на меня нахлынул прям сверху. Я занимался тем, что мне нравится. То есть вот как раз концерты, то есть я пою, танцую, выступаю где только могу от колледжа. И он нахлынул на меня так, и я такой, да, я должен добиться этого. То есть мне кажется, все должны добиваться то, что он стоит на его дороге и пробивать стену. И вот я тоже поставил себе цель то, что должен пройти, занять первое место. Все ребята пришли на конкурс с одной целью – занять первое место. Ведь не секрет, что победа в конкурсе, например, дает преференции при поступлении в вуз. Я учусь в Ивановском железнодорожном колледже на втором курсе по профессии машинист-локомотива. Я участвовал и представлял колледж на международных соревнованиях, всероссийских соревнованиях, являюсь победителем также всероссийских соревнований. Ну, у меня третий дан по УШУ, третий взрослый по плаванию. Ну и вообще я волонтер, вожатый в милицейском центре «Решма». Задача регионального этапа конкурса – отобрать лучших ребят, которые представят регион на уровне страны в Астрахани с 6 по 8 ноября. Но прежде чем попасть в очный этап всероссийского конкурса, им предстоит пройти еще и заочный отбор. Любовь Очерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.